Чё с этим делать-то совсем? Сжать зубы, пытаться преодолеть перипетии, неприятностей, всё, что угодно. Вообще жизнь устроена так, что сжимать зубы бесполезно, от этого как раз и напиваешься. Да нет, почему? Суть истории предельно проста. Мы или должны научиться, хочется сказать молиться, но проблема заключается в том, что молитве я вас учить не имею права и не буду, разумеется. Мы должны либо понять, что такое молитвенное состояние души, в котором можно освободиться от этого гнёта, гнёта самолюбия. Понимаете, о чём я говорю? И попробовать с помощью этого состояния менять мир и ситуацию. Ну то есть, если пьянка это род языческой молитвы, да? Или языческой мистерии, когда человек выключает в себе сознание, чтобы стать другим. Значит, а, первый путь. Нужно попробовать как-то понять, какие психические состояния под этим лежат. И попробовать поучиться с их помощью менять жизненную ситуацию. Это в действительности вовсе не так сложно, то есть это сложно, но это вовсе не так запретно, или там это вовсе не то колдовство, которое как бы обычно имеется в виду. Дело в том, что этим занимается вся современная психотерапия, я имею в виду что-то вроде американского фильма «Секрет». Вы его тут, по-моему, смотрели, то ли социальными работниками. Да, я имею в виду то психическое состояние, которое помогает выполнять желания. Если мы с вами учимся ловить кайф от такого рода подлинных состояний, то ничего бросать, ничего себе радикально менять или сжимать зубы, в общем, не надо. Оно само отпадет на самом деле. Если это подмена, ну если это подмена, то когда ты обретаешь что-то истинное, то, что ты хотел на самом деле, то есть я мечтал о сексе с Галиной Владимировичем, на самом деле хотел любви. Значит, если я обрету любовь, мне не нужен будет секс. И не так долго. Между прочим, это чистая правда. Я не даром вспоминаю Данте и Петрадку, потому что именно так они это и чувствовали. Другой вопрос, я же сейчас шучу, конечно, да. Другой вопрос, что мне надо как человеку, потому что у вас же есть надо отпустить. Это на самом деле китайские лета. Вот, на секунду. Откинетесь назад, закройте глаза. Ну, расслабьтесь как можете. Ничего я от вас с вами ничего делать не собираюсь. Я обычно предлагаю подышать или, по крайней мере, попробовать погрузиться в этот звук. Попробовать почувствовать, как звук звучит внутри вашего тела. Вот, слушать телом больше, чем ушами. Попробуем? Вот то состояние, которое на секунду возникает, я и сравниваю с легким опьянением. А в чем проблема? Проблема в том, что звук... Вот этот. Это гармоничный звук. Тысячелетия, имеете сплавы, делаются для того, чтобы он... Если человек хочет этого, потому что вы же имеете право этого не хотеть. Даже пробуем. Чтобы человек под этот звук, следуя за ним, куда-то улетал в бесконечность. Да, вот он становится тише, 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 тише. Если вы за ним следите, он там внутри так выпускается, опускается и уводит куда-то в бесконечность. Во время сложной мелодии это иногда не поймаешь. Сразу я очень люблю такие вещи. Однако сразу, мгновенно к этому привыкнуть нельзя. Потому что... То же самое с молитвой. Молитву надо полюбить. Я имею в виду классическую, русскую, православную молитву. Текст, формулу, звучание, обстановку храма. Это насильно не возьмешь. Это надо полюбить. Почему это важно? Когда-то... Я очень люблю эту фразу. Храм Аквинский у нас не святой. У нас блаженный. У которого святой. Как бы говорил... Вот вы вдумайтесь. Почти дословно. Сейчас не помню. Пожалуй, если человек что полюбит, то тем он и станет. Вот если полюбит он всей душой земную женщину, то в женщину и превратится. А вот если полюбит он всей душой Бога, то так и Богом может стать. Он, по-моему, там не про земную женщину. Ну, как бы, это всем знакомая нам. Это та самая зависимость. Но если человек любит, в смысле, живет только автомобилем. Ну, да, с ним и разговаривать можно только об автомобиле. И, в общем, как бы, он превращается в предаток вещи. А с водкой ровно то же самое. Все зависит от того, чего ты полюбишь. Ты сможешь любить что-то другое вместо привычного? Вот, например, совсем непривычный звук. У нас приезжают сюда кавказцы. И там, на Кавказе, они не пили. А здесь начинают спиваться, в больницы ложиться, торпеды делать. Ну, в общем, все идут обычным совершенно российским путем. А, в общем, в традиционной, там, я не знаю, Абхазии, Грузии, Дагестане, там, ну, алкоголики были, конечно. Но это был позор семьи. Ну, такой позор. Дальше ехать на поле. С детства потихонку, сознательно приучают к спиртным напиткам. Что происходит? Почему? Ну, легко же сказать, да, они атмосферу, они ту культуру, которая была за столе, теряют. А эту начинают приобретать. Нашу. Да? Что в чем же та традиционная культура-то заключалась? Я хочу, не про это, я хочу сказать, общая, да, вот была одна культура, переехали в другую. Чего потерялось? Я не настаиваю на истине того, чего я говорю. Вот вдумайтесь, это просто объяснение того для меня, о чем можно сделать, чтобы отрегулировать свои отношения с алкоголем. Суть заключается в том, что исчезла традиционная фигура тамады. Я все время пытаюсь объяснить следующее. Тамада был, видимо, когда-то языческим священником. Что делал хороший тамада? Ну, во-первых, даже когда за тунеядство сажали, эти люди могли не работать. Их как будто чувствовали как профессию отдельную специально. Вот он переходил со свадьбы на свадьбу, да, там, из дома в дом и вел столы. Где-нибудь в Тбилиси. Что он делал? Да он был гипнотизером своего рода. Он произносил тост, а вы себе представляли в голове образы того, о чем он говорил. Он был убедительный, маленький театр. Я помню, в детстве там мы пили за бабушку-хозяин, назвали ее, кажется, слегка. У меня до сих пор, через 35 лет после того, как это все где-то прозвучало, у меня в голове стоит образ той бабушки, которая в войну там, значит, спасала детей, приняла в свою семью детей, погибших на фронте. 18 человек на своих плечах вытащила. Он рассказывал так, хотя он говорил с акцентом, да, там, все как положено, что все это стояло у меня в голове. И вот почувствуйте разницу, попробуйте. Я когда пил, я пил не ради того, чтобы напиться. А за эту бабушку. Колоссальная разница, когда ты пьешь просто так, и когда ты пьешь с какой-то внутренней целью, тогда получается почти как причастие, да. Я создаю себе некую легкую оболочку состояния, а на самом деле моя цель услышать какой-то звук или тост, да, и слушать его там у себя внутри. Но так как вот я устал на работе, то я обозначаю рюмкой хорошего вина себе это состояние, которое мне позволит вспомнить бабушку, помолиться, услышать звук Ом у себя внутри. И когда алкоголь работает только как оболочка некого психического состояния, некоторой концентрации, вы все знаете, возвращаясь к началу разговора, что тогда человек не будет напиваться, потому что он пьет с какой-то целью, например, устроиться на работу, да, там, вот, допустим, как это очень часто, как мотивы говорят, а у нас все на часто пьет, а нельзя вот устроиться не выпив. То есть, вот это вещь естественная, я это называю внутренним тостом. Просто, как вы можете услышать, концентрация на звуке есть вещь непривычная. У нас нету этого в культуре, но разве что, вот, когда к причастию ходим, можем понять, о чем речь. То есть, этому надо учиться. И если ты каждый раз будешь пить, имея в виду некую цель, хотя бы даже и магическую, мне в данном случае, так как я о пьянстве говорю, в общем, все равно, вот если ты будешь пить, имея в виду некую цель, чтобы изменились обстоятельства, да, но будешь при этом правильно эти обстоятельства воображать и концентрироваться на них, ты никогда не напьешься, потому что вот эта картинка, с помощью которой ты хочешь изменить обстоятельства, как только ты чуть-чуть увеличишь дозу, она исчезнет. То есть, ты перестанешь выполнять ту цель, которую ты перед собой поставил. И будешь пить дальше. Совершенно точно. Вот так. Попробуйте еще раз готовиться на звуке, и я вас отключу обедаться. Хорошо? Хорошо.